Сколько полных лет? 68. Совсем не студентами были заполнены сегодня коридоры Амурского медицинского колледжа. На акцию «День сердца» пришли больше ста благовещенских пенсионеров. Здесь они бесплатно могут измерить рост и вес, давление, пульс, проверить кровь на сахар и пройти еще целый ряд процедур. Люди, пришедшие сюда, могут быстро, компактно, в течение небольшого количества времени получить картинку своего здоровья. Ориентиры, стоит ли им обратиться к врачу в ближайшее время или попозже. То есть результат они получают практически сразу. Экспресс-диагностика глюкозы крови, пальчик укололи, 5 секунд прибор анализируют, результат готов. Все, мы можем уже сказать «да», «нет», «хорошо», «плохо». Единственная очередь в кабинет с кардиовизором. Прибор за три минуты анализирует и выдает картину состояния сердца. Зинаида Черепкова о своих делах сердечных знает все. Врачи поставили ей диагноз ишемия. Сегодняшнее обследование показало положительную динамику. Ишемических явлений на сегодняшний день нет, несмотря на то, что дают диагноз ишемия, и у вас не есть. Но экстренные помощи, которые требуются сейчас, не нужны. Наверное, ничем не поможет, кроме как лекарства выпить. Чего бы все вот это, пробула травы, там что-то такое. Нет, вот лекарства выпьешь, вот это другое дело. Разобраться не только в показателях здоровья, но даже в собственном мобильном телефоне пенсионерам помогают студенты колледжа. Средний возраст посетителей акции за 70. Внимание и доброжелательные отношения – главные плюсы таких встреч, отмечают сами пенсионеры. Девочки все и мальчики все очень внимательные, объясняют доходчиво, оставайтесь такими всегда. Вот будете вы медиками, пожалуйста, пусть это будет бабушка, пусть это будет дедушка, но он же человек, личность, и надо всех, конечно, уважать. Они как дети, то есть они очень трепетно относятся к своему здоровью и очень часто задают дополнительные вопросы, которые касаются, помимо основных. И особенность общения, мне кажется, быть вежливым, тактичным и добрым. То, чего боимся, случается чаще всего. Не надо говорить то, что я заболею, я упаду и так далее. Это вообще нельзя говорить. Помочь людям не только физически, но и духовно стараются на таких встречах. Пенсионеры лечат здесь сердечные раны общением друг с другом и с психологом. После всех процедур для желающих провели лекцию о том, что такое гипертония. А завершился День сердца концертам, чаепитием и напутствием. Не принимать проблемы близко к сердцу. Антон Сильвоник, Антон Максимов. Альфа Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова